Сегодня ночью в Екатеринбурге милиционеры отловили трёх малолеток, угнавших Ишком без одного из дворов. В общем-то попались угольщики сами. Когда в первом часу ночи отряд ДПС на улице Комсомольской попытался остановить машину с позазрительным молодым, если не сказать сопливым водителем, Саша Корниенко, который и пилотировал угнанный Иш, лишь прибавил газу. Подельники его сейчас уверяют, что пытались просить Лёшу остановиться, но тот не слушался. Я ему говорю, остановись, зачем он мне? Сейчас, говорит, покатаемся, приколаемся от милиции. Ну, я видел, что мигалки замигали, ему грудины остановились. Газа больше прибавил, поехал, все его в столб выезжали. В результате малолетко-угонщик тормознул автомобилем об столб и привёл машину в полную негодность. Комиенко, кстати, сознался в угоне, а вот два его дружка, говорят, в автомобиль попали случайно и вообще не переживают по поводу последующего наказания. Ну, всё, как поехал, угнал. Да как это? Открыл? Открыл, конечно. Как? Обыкновение. Ну, это как? Ну, мигал, открыл ключами, не ключами, но ножницами. Ножницами открыл. Зачем? Покататься решил, зачем? Мы не угонялись, за нами Лёша приехал, возле общаги, возле корпуса приехал. Говорит, хотите покататься? Поехали, говорит, сезем. Как меня там не было, я шёл с сестрой из магазина, и всё, была булка, хлеба, там, скрытка, зончик, всякая гня, и вот, и подъехали две комби, ну, две одинаковые машины, всё, меня позвали, поехали с нами. Ну, прокачусь, я не знаю, что, я знаю, что, знакомого, ну, всё, ну, прокачусь, тут милиция, вот, я её не выняю, что, по-богобам. Кстати, хозяин разбитой малолетками машины, Каранет Петросян, на полном серьёзе заявил, что в авто была сумка с 14 тысячами рублей и документами. Угонщики, конечно, открещиваются, говорят, что в машине было всего полторы тысячи рублей, и они взяли лишь сотню, а документы вообще не трогали. В любом случае, малолетки в силу своего возраста отделаются лишь тремя сутками заточения, а вот их родителям придётся раскошелиться. Разбитая машина, пропавшие деньги, влетит сыновья баловство в копеечку. Продолжение следует...